Здравствуйте, дорогие телезрители, а также любители рыбалки. Здесь проходит соревнование любителей рыболовов. Участники состязания приехали сюда очень рано. Как видите, уже кинули свои удочки и ждут свою удачу. Они решили доказать себе и другим, какие же они хорошие рыбаки. Сегодня наши рыболовы будут использовать фидерные удилища. Итак, начинаем телепередачу на рыбалке. В процессе нашей программы вы ознакомитесь с некоторыми секретами опытных рыболовов и узнаете, какие результаты добьются участники соревнования. Желаем удачи каждому из них и продолжим нашу передачу. Я вас приветствую на замечательном канале Учтам. Сегодня проходит второй тур на этом канале, потому что первый мы делали зимой и 28 участников с 30 было с 0. Мы решили взять у этого канала реванш. Поэтому вот этот этап, который сегодня пройдет, пройдет здесь, на этом канале. В субботу на тренировке ловилась платва, карас, сазанчик. Есть надежда, что будет уже наконец-то какая-то рыба в садке. Но, есть одно но, канал тяжелый, надо узкать ключик. Это не пришел, забросил, вытащил. Здесь мозгами надо думать. Посмотрим, как участники себе поведут. Есть у меня парочку фаворитов, но я открывать карты не буду. А это потом. Сами посмотри. Есть у нас молодой, перспективный, а есть у нас старые казаки. А я думаю, что казаки покажут свой опыт. Я вас приглашаю на это великолепе шоу, который сегодня пройдет. Давайте посмотрим, что будет потом на взвешивании, на финале. Ладно, привет вам всем. Всем добрый день, дорогие телезрители. Сегодня у нас турнир по фидерной ловле. Проводится на канале Учтам, рядом с Ордобой. Собрались сегодня 22 участника. Пока первый тур неплохо отрыбачили. Сейчас идет у нас борьба на втором туре. Сегодня мы ловим на червя, на опарыша, потом рубленый червь и рубленый опарыш. Это в прикормке. Ну, пока дает о себе знать. Вот как видите, борьба у нас сегодня очень такая жаркая, как и погода. Все профессионалы почти собрались. Ну, у нас пока клюет вобла. Ну, рыбхоз, мы там привыкли как бы ловить ту рыбу. А здесь дикая рыба. И мы не знаем, здесь разная рыба, разная видность. Вот такие вот экземпляры ловится на сегодня, чтобы время не терять, потому что на турнирах самое главное это время. опарыши мы и червей мы одеваем чулком. Ну, кто как одевает, я одеваю вот так. Живой компонент в прикормке. Это самый главный фактор в рыбалке фидерной. Потому что звать рыбу нужно живым компонентом. Вот, как видите, здесь вот опарыши расползаются. А в воде это все будет на дне. Вот так вот. Прикормили сегодня дистанцию 26 метров. Нашли такую вот лазейку. Пустое вот место. Это вот самое главное. Многие не могут найти. А на турнирах это самое главное. Я эту лазейку пока нашел. Пока результативно. Поклевки есть. Первый тур немножко слабо, потому что у нас попался сектор, где везде трава. Вот прям везде. Я везде искал вот это пустое место, где без травы, но не мог найти. Ну так, 700-800 грамм. Но это не значит, что все потеряно. Второй тур будет решать. Вот. У нас сейчас произошла поклевка. И очередная рыба есть. Это у нас вобла. Сегодня мы сделали прикормку под воблу. И, как видите, результативно. На соревнованиях сегодня участвует 29 человек. Мы познакомимся с ними, узнаем их поближе. И найдем ответы на интересующие нас вопросы. Когда же началось их увлечение рыболовством? Каких результатов они добились до сегодняшнего дня? С помощью жеребьевки участники разделились на сектора. Они уже находятся на своих местах. И начали соревноваться между собой. А теперь ознакомим вас с условием турнира. По условию состязания будут определяться победители. По количеству улова. А также по величине пойманной рыбы. Рыбаки могут ловить любую рыбу. Но при извешивании будут учитываться такие рыбы, как сазан и амур. А еще по условиям соревнований рыбаки должны пользоваться только одной удочкой и одним крючком. Не должны мешать друг другу. Разговаривать тихо. И не должны без причины оставлять свой сектор. Ловить рыбу вне сектора категорически запрещается. После сигнала об окончании рыбаки обязаны поднять свои удочки и вытащить все снасти из воды. Рыбалка нормальная. Потихоньку клюет. В первом туре не было. Вот во втором туре штук 5-6 поймалось. В таких условиях, когда трава мешает, течение посмотрите какое. Из-за этого здесь такая трудовая. Да, здесь отдумать много надо. Окошко надо везде. Трава между травой надо попасть. Вот такая вот мозговой шторм, да? Не говорите, еще жара. Овощи башка не вработает. Наверное, в этом заключается соревнование? Наверное, да. Все сидят. Рыбхоз это неинтересно. Вот здесь интересно. Хоть не ловишь, но и все равно интересно. Что надо в этом соревновании? На что надо смотреть? Какие правила там, да? Правила, в принципе, одни и те же. Водоемы меняем разные, пробуем водоемы. Вот это очень сложный для меня водоем, если честно. Это в Саруре? А? В Саруре? Здесь? Да. Ох, вот там, а что? Вот такой мусор таскаем. Вот только что поломал удочку свою. Ага. О, смотрите. Вот так приходится чистить. Я репроме редко выхожу. Да. Вот здесь более интересная нам такая рыбалка. Дикая. Здесь вот сейчас штуки три сазанчики попались маленькие. Потом плотва попала. Вот ребята чихонь ловят. Все подряд ловят. Мы просто уже сидим не на такую рыбу. У нас и крючки маленькие. Сазанал ловить надо сидеть чуть подольше. Кормить надо. Кукурузка другой, да? Да, конечно. Вот ритм. Да, чистит ритм. Все, в принципе, никакого секрета здесь нет. Верфишеская прикормка. Здесь и кукуруза, пшеница, перловка. О, здесь и опарыш есть. Все есть. Как в ресторане рыба, да? Только не клюет. Не соревнования постоянно мы ездим, да. Мало ты заманивал-то большие? Конечно, ну ловим. На Сырдарье такие 2-3 килограммовые. А таких совсем больших нет. Рекордный не было, да, ребят? Килограмм 5-5,5. Было, да, такое? Довольно-таки сложный канал. Очень много водорослей. Ну, немножко рыба клюет. Ну, очень тяжело ее поймать, разгадать, где она находится. Ну, а так погода сегодня замечательная. Ну, вот водоросли нам очень мешают. Мы сегодня используем прикормку от усатого. Карповая прикормка с добавлением сухого опарыша. На нее поймали сегодня сазанчик, плотва. Ну, а так вообще тишина. Довольно-таки сложно. Течения нет, не важно. Это просто постоянные обрывы. По сравнению с ташаором, это довольно-таки сложный водоем. Приходится менять всевозможные насадки. То червь, то опарыш. Даже пробовал на мякиш хлеба. Я не знаю, по-моему, с Игорем мы переходим. Да, Игорь? Я думаю, как она затряслась. Вот теперь только крючок остался. Вот такое тоже случается. Чуть запустишь ее, течением сносят. И с соседом перехлестнулись. Вот такая вот петрушка постоянно. Сколько мы уже здесь почистили водоем, так сказать, на добровольной основе. Да, очень много. После каждого соброса приходится очищать как кормушку, так и насадку. Насадка у нас в норме. Сейчас мы забьем кормушку. И забросим. В таком темпе у нас приходит эта рыбалка. Приходится, как только немножко сносит, ее приходится снова перезабрасывать. Чтобы не мешать соседу. Здесь очень богатые, очень богатые разнорыбья. Начиная от шимайки, платвы, карася, сазан, жерех, потом сом есть. Так что здесь довольно-таки интересный водоем. Но к нему с ним очень сложно. Приходится постоянно что-то новое изобретать. Не изобретать новое, а находить что-то, другой подход делать. Вот так вот, постоянно трава, трава, трава. Сколько раз приезжаю сюда, постоянно трава. Очень много водорослей. Здесь, когда много людей ловит, да вот как мы приезжаем, начинаем кормить, кормить, кормить. Рыба куда-то уходит, или она боится очень сильно, пугается. То, что мы тут закармливаем ее, да. Если вот один приедешь, намного лучше, больше наловишь. Сегодня у нас турнир идет, уже второй этап. В первом туре у меня вес кило пятьдесят, по-моему. Вот как и Тина этот, водорослями сносит удилище. Я извиняюсь. Вот такая, о, уловчик сегодняшний. Вот сегодняшний улов. Рыбак всегда думает об улове. Чтобы был хороший клев, нужно наживка. И здесь нужен опыт. Многое зависит от наживки. Здесь надо знать. Во-первых, какую наживку предпочитает рыба? Какой будет клев? Мастерство рыболова и его находчивость тоже занимает не последнее место. Рыбалку начните с определения территории для подсыпки корма. А после наполните приманку. И несколько раз бросайте удочку подальше. Вот как видите, наши рыбаки ловят сазана с помощью фидерного удилища. В этом есть свое преимущество. Во-первых, в местах, где нет течения. Ловли рыбы проходит очень легко. Сегодня, походу, не мой день. Уже второй тур. А у меня всего одна рыба в садке. Грамм 50-40 я поймал. Ну ничего, будут еще другие этапы. Там посмотрим. Вот ловлю сегодня в основном на опарыша. Вот опарыша у меня много разного. Красный, белый, большой, маленький. Но, как я уже понял, не в опарыше дело, а в точности заброса. Нужно точно забрасывать снасть в окошко между водорослями, чтобы крючок хотя бы немного опустился ближе ко дну, а не цеплялся за траву. Траву очень много, она цепляется каждый раз. Оборвал уже, наверное, 8 или 9 поводков. Но это не беда, это расходный материал. Главное поймать рыбу. Перезабрасываю примерно каждую минуту. Прикормка у меня сегодня от эрфиши и усатого рыбака. И добавил я сюда специально сегодня добавку сушеного опарыша. Но сегодня это не помогло. До конца турнира осталось, ну сколько, наверное, часа два осталось. Уже смысл менять прикормки не вижу. Я думаю, нужно будет доканчивать эту, долавливать точку, закармливать, закармливать и еще раз закармливать. Сегодня очень жарко. Сегодня 45-44-45 градусов, наверное, здесь. Ну, спасает то, что здесь ветер дует постоянно. Легкий ветерок, и это охлаждает немножко. Отличается еще тем, что очень трудно ловить рыбу. Все время цепляются водоросли. В принципе, остальное все то же самое. Вода, прикормка, наживка. Ничего сложного. Главное найти ключик. Те, кто нашли ключ, сидят с рыбой, ловят. С периодичностью хотя бы раз в 10 минут, раз в 20 минут ловят одну рыбу. Но сегодня я этот ключ не нашел. Как бы я ни пытался. Тысячу кило пятнадцать. Это как? Один нол пятнадцать. Какая втажа, это жаре. Вообще, ребята, молодцы. Оба, оба. В тихом омуте черти водится. Я ничего не ловлю, я ничего не ловлю. 765. Что, отпускайте, что ли? Вот сезанчики маленькие, надо. Мне хорошо тут. Что там у нас вся. Забери. А все. 1465. Это хорошее. Это у нас кинем, а не кинем, а не кинем. Хорошо, что с ведром гречево я. Мне так обидно. 745. Обошел второе место, ну, ненамного, на 500 с чем-то грамм, но все-таки получил первое место. Ну, там была совсем другая вода, там течение было очень слабое, практически не было водорослей, и ловили мы на поплавочную снасть. Вот, сегодня у нас по-другому все. Тогда все думали, весна, тяжело. Оказывается, не в весне дела, а в самом водоеме надо его изучать. Так как он находится далеко от города, сюда мало ездит, и он не изучен так, как другие наши водоемы, как Ташморик, как вот Чиназ, как Ташуор, допустим, Черчик. Его мы знаем вдоль и поперек, знаем, где и как ловить. А это для всех что-то новое, и поэтому мы вот изучаем это. Ничего в этом плохого нет. Наоборот, это интересно, прийти на новый водоем и пытаться здесь поймать. А то, что не поймал, значит, не понял сегодняшний день, сегодняшние условия и сегодняшнюю рыбу. Нет, просто нужно понять, со временем это придет, так же, как и на других водоемах. Вот я, допустим, сижу, рядом со мной вот сидит другой участник, мы делаем одно и то же. Расстояние между нашими вот грузилами, куда падает, 10 метров, ловим на одно и то же. У него иногда клюет, у меня нет. Все одинаковое. Ну вот, почему-то не клюет. Все тут, али, ловишь, ловим чуть-чуть. Чуть-чуть клюет. Короче, охрана, им верить нельзя, о чем они говорят. Чего? Чего? Три девять, что дровно. Вот, а видишь, разницу, да? Кто-то ест, а кто-то нет. Кто-то начал, как ловить рыбу, а кто? Рыбы здесь, вару. Дорогие телезрители, отправляйте фотоснимки и видеосюжеты с вашей рыбалки на наш телеграм-канал. Мы с удовольствием покажем их в следующих передачах. Дорогие телезрители, отправляйте фотоснимки и видеосюжеты с вашей рыбалки на нашу рыбалки на нашу рыбалку. Дорогие телезрители, отправляйте фотоснимки и видеосюжеты с вашей рыбалки на нашу рыбалку. То есть, если я бросаю корм, сейчас он плывет туда, где сидят все участники. Рыба там в хаосе, в таком ажиотаже, пытается что-то поймать, поесть. А у меня здесь такого не происходит. У меня здесь чистая вода все время, весь корм утекает туда. Может быть, если бы передо мной сидело 5-6 человек, то у меня клев был бы лучше. Но это тоже все доказано и не проверено. Вот этот колидор я сегодня не смог найти. Я бросаю за него, до него, но в него попасть не могу. Я хочу вас поблагодарить за это, что здесь выправили реванс с этим каналом. Что уже некоторые нашли ключик. Некоторые стрельнули в одном туре, в другом умерли. Некоторые в первом туре умерли, стрельнули в втором туре. Были рыбаки стабильнее, поэтому будем делать награждение. На третьем месте есть у нас три участника. Результат у них 6 баллов. Это Тимур, ты где? Будет раскалить сюда, пиди. Потом это Анатолий, 6 баллов. И потом это Артем, 6 баллов. Если у вас 6 баллов, что решит разницу? Всегда вес. Короче, получилось так, что Анатолий с результатом 2 килограмма и 690 грамм попал на пятое место. А сейчас третий и четвертый. Результат небольшой. На четвертом месте с 6 баллов с весом 3 килограмма 115 грамм Тимурчик. Артем, 6 баллов, результат 5 килограмм 255 грамм. Третье место. Голосовщик! Поздравляю. Тебе помог первый тур очень. Поздравляю. Голосовщик. А вот так остались. Первое место, с результатом 4 балла, опять два участника. 4 балла Федин, 4 балла Миша, опять вес. Три килограммы, 555 грамм, есть у Федина, второе место. Поздравляю. 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 Четыре килограммы, 95 грамм, 4 балла Миша. Ура! Отдайте дорогу молодому, пара, так. Ребята, большое спасибо. Извините, в субботу клевого, сегодня не клевого, как всегда. Сегодняшний турнир прошел очень интересно. Участники соревновались со всем усердием. Боролись за каждый грамм, а еще набрались опыта. Пополнили свой багаж новыми знаниями. И надеюсь, что это поможет им в следующих соревнованиях. Благодарим всех рыбаков за участие в этом турнире. Я думаю, что вам не было скучно. Как здесь вы приблик по клевому, полный? ��� Desert-Gенных Миньев общей машины – Declarative High School. Хорошо? Надеюсь, где можно добавить этот обзор самовольные знания. Продолжение следует... Как Sie не надо? С míдом, торвером Данин, Мой-мой. Lenin? Субтитры сделал DimaTorzok